всем привет с вами канал все просто и хочу показать как обслуживать втулки велосипедом я кстати думал и мне говорили когда я покупал что на пром подшипниках но на самом деле тут вроде как насыпные подшипники по крайней мере сзади точно у меня ролик на канале есть для чтобы раскрутить разобрать заднюю втулку вам нужен такой ключ головка чтобы снять ваши звезды у меня 11s они разборные почти все там последние только три самые большие не разборные и там есть прокладочные вставки поэтому ее лучше сразу после того как вы открутили снимать чтобы не помешать ваши звезды сторонами это очень важно не думать что как вставить принцип разбора принцип втулок на кубе куб у меня вроде бы циклокросс грэвел грэвел циклокросс был название куба в общем здесь втулки идут насыпные на осях как ни странно бывает же такое снимаем колесо наше их по снегу ездили не слишком чистая вот и а тут у нас есть она уже сухое смазка я не знаю покупал не смазывал сезон прокатал и задняя втулка у меня начала появляться люфта я ее смазал подтянул она крут крутится также идеально и люфт пропал здесь все нормально но чтобы не было того люфта я все равно смажу я сначала расстроился почему здесь не промо потом принципе промеси летит ты полностью заменяешь его выпрессовываешь прессовываешь а насыпные можно отрегулировать здесь ключ на 17 видим две гайки необычные одна гайка такая контур гайка другая подтягивает втулку и где наши подшипники то есть регулируется ключ на 17 нужен но у меня проблема в том что нет велосипедного ключа на 17 велосипедный ключ на 17 он во много раз тоньше обычного ключа и вы можете подлезть под одну втулку под другую и открутить потому что такой ключ не очень подходит поэтому если у вас такие втулки то настоятельно рекомендую приобрести ключ на 17 но если у вас этого нет обычные разводные газовые ключи в идеале ключ на 17 но если нет то так зажимаем первые гайки первую здесь и первую там с этой стороны диска и откручиваем да и кстати аккуратно подшипники потому что я когда заднюю втулку разбирал на улице подшипники хоть и вроде как попадали вниз на тряпочку но на самом деле они падают везде его их по-любому уже при раскручивании него с начнут выпадать поэтому крайне аккуратно тут никакие не пром как не говорили обычные насыпные и крепятся они обычной железной гайкой так на эту сторону ложим вот так вот и снимаем сейчас как раз посмотрим что тут со смазочкой с одной стороны тут больше подшипники идут а с другой стороны меньше смазка чуть-чуть есть так что самих подшипников до смазочка есть но и осталось мало мы сейчас я смажем вы думаете как мы отрегулируем от будем регулировать подшипник видение подшипник эту гайку контргайку вернее просто гайку мы закрутим зажмем наши шарики и будем и так закручивать чтобы другой как контргайкой подтягивать то есть можно отрегулировать без ключей без проблем так подшипники мы сейчас высунем и стернем их так нам нужно теперь это аккуратно высыпать как это сделать потому что то будет беда с этой стороны у нас меньше подшипники кстати надо не перепутать стороны поэтому сначала извлечем отсюда потом оттуда я пока остановлю надо сразу посмотреть все ли подшипники есть и посчитать их 2 4 5 6 7 8 9 10 10 11 13 13 подшипников и смазка тут действительно густая ее уже нужно менять ее мама потому что если вы вовремя произведете смазку вашей втулке это очень важно то она у вас не раздолбается будет долго работать и накат у вас будет шикарный и это самое такое если вдруг поломается то это все новая втулка переспецовка но вам надо регулярно смазывайте сами это несложно никакой мастерской не надо потому что там реально все это очень дорого вот поэтому когда так еще одно мой вам совет тщательно проверяйте осталось здесь какая-то какой-то шарик потому что они такие маленькие такие прилипалки что не могут там остаться или тут или в самой внутри втулки может закинуться что это просто беда будет смазка уже густая так и обратную сторону разбираем так назад заднего задняя втулка отличается тем что с одной стороны больше шарики с другой меньше а здесь они одинаковые но вот при разборе тут кажется одного шарика как бы не хватает тут их 13 но и с той стороны тоже 13 я не думаю что но там что-то потерялась может предыдущий владелец конечно что-то потерял но навряд ли чтоб он с двух сторон потерял двое шариков возможно это такое устройство я не знаю но вот я разобрал посмотрел в принципе пространство между шариками достаточно как бы одно еще типа должно влазить ну как то так там 13 там 13 поэтому мы зачистим смажем и поставим ничего сложного насыпная насыпные втулки поэтому вот так вот не пром так все зачистили там еще смазочка внутри осталось сейчас может вы моим ее и обычным обычной смазкой такой какой-то 152 ч 150 не знаю обычный для смазания подшипников рабочая температура небольшая до подшипников минус 30 плюс 110 для украины для нашей местности для велосипеда все нормально сейчас все полностью зачищаем все рабочие не выработанная втулка хорошая фаски тоже есть все зачищаем и ставим так нанесем нашу смазочку на посадочное место наших шариков чтобы они не выскочили оттуда я не знаю я смазываю не женею лишнее выдается лучше пусть будет лишнее чем по сухому будет работать салфетки использую бумагу так вопрос я разобрал первое со стороны диска хотят шарики одинаково теперь эти шарики это сейчас будет с ними игра и главное считаем сколько их ты мне вам говорил вроде сложил все одна где-то потерялась поэтому обязательно перед тем как снимаете считайте но благо что в этот раз не умашь и они на этой девы не на площадке поэтому мы нашли 13 вот и надо их посадить на свое место аккуратно и это еще смажем посадим на свое место и еще у нас сезона 2 она проходит как часто надо делать тех махинации и как она по-другому не знаю я не знаю на сезон будете делать хорошо два раза сезон будете делать тоже хорошо и обычно два раза один один раз дверей делаю такое обслуживание через каждые два сезона просто смотрю по втулкам если они ходят мягко вот как сейчас чувствуется что есть маска я не смазываю если на за хую я смазываю кстати его несколько раз керфера мыл вода не попадает вот казалось одного шарика нет но когда их поставил и повращал то есть рабочую среду им создал как видим все шарики на месте то есть зазор здесь получается должен быть так как я понимаю также делаем другой стороной так закрутили ничего не потеряли поэтому следите потому что можете потерять шарик может упасть вообще втулку провалиться во втулку по разное бывает теперь нам нужно настроить правильно нашу втулку то есть не сильно затянуть первую гайку потому что следующую контргайку мы будем уже подтягивать у нас нет дополнительного ключа поэтому супер регулировку идеально мы произвести не можем поэтому нам нужно ее сейчас производить то есть от пальца затянуть так чтобы когда мы затянули контргайку она крутилась легко с таким звуком как вроде бы вы смазали колесо кстати будьте аккуратны диск потом спиртом хорошо протрите потому что смазка туда попадет на ура а потом в колодке и будет пищать и беда будет то есть микро регулировка чуть-чуть зажали потому что это контргайка затянет так как надо и затягиваем если вдруг она станет плохо крутиться откручиваем контргайку и ослабляем первую нашу гайку которая закрывает подшипники поэтому хорошо когда у вас есть ключ на 17 тонкий так вот мы затянули она вообще не крутится значит послабляем как понять правильно вы отрегулировали или неправильно плавность есть но если есть люфт значит нужно первую гайку больше поджать так и регулируем